Ну и что, как говорится от Викториан, продолжаем проходить кампанию Маховского Братства в игре Hearts of Iron и DLC, соответственно на него Old World Blues, которая недавно обновилась, в котором добавлено было кучу просто всего и куча стран была переработана. Нашим братюням объявила войну, а мы, кстати, подержать-то ничем не можем, у нас тут у самих рекруты тают на глазах, ну хорошо, хоть у нас дамба гувера, в принципе, и вторая территория, две провки держать, это, я думаю, будет не проблема, учитывая то, что у нас пацаны в силовой броню. Так, надо, конечно, что-то с политикой подумать. Я думаю, что сейчас, так, о, Brotherhood, отлично, национальный фокус выполнен. Так, здесь у нас уже все изучается, сервопривод скоро закусится, кстати, да, вот передряд коммуниции, почему меняться, на самом деле. Будем прокачивать наше, с вами, наше с вами энергооружие. Так, Research Power, либо укрепить дамбу. Так, нам нужно укрепить эту локацию. Я попрошу Макнамара заняться фортифицированием, для того, чтобы мы были готовы к приходу региона, грубо говоря, да. Так, и вот у нас есть мир с легионом Цезаря. Да, это стоит много политки. Вопрос в другом. Останется ли у нас дамба Гувера? То есть, как бы, если это будет статус-кво, это будет замечательно. И легион, в принципе, еще не сделает. А вот если обратная сторона медали у нас с вами получится, то, как бы, дамбу Гувера я не хочу терять. Я в нее влаживал крышки. Я занимался ее модернизацией, укреплением. Поэтому, как бы, не стоит, наверное, терять. Блин, у нас, конечно, капец полный. С рекрутами я бы сейчас набрал бы пацанов в силовой броне, но такое себя, на самом деле. Пум-пум-пум. Так, 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 так. А Веронике я сейчас, наверное, взял бы вот, кстати, локомотив. Возможно, потому что укрепление, ну, как бы у нас за счет укреплений будет нормальнее. И вот бешенство ботаника я тоже возьму. Думаю, кстати, будет неплохо. Другие, в принципе, пока что черты меня не особо прельщают, если честно. Ну, и в итоге беру, конечно, бешенство ботаника и локомотив. Так, промышленное удобрение. Я думаю, что особо они нам каких-то больших бонусов не дадут. В плане того, что у нас с рекрутами по-прежнему будет беда. И воевать мы сможем только тупо с силовой броней. Но в целом, хотя бы не допустить дефицита, может быть, поможет. Вот я бы сейчас взял бы, конечно, наемников, руководителей, организацию дивизии, проданицы ли войны. Но здесь у нас вот офицеры военной академии, кажется, пожирнее. Наверное, давайте возьмем мыха на сдачу тренировку по выживанию пустоши. Мне кажется, адекватный вариант получается. И вот, в принципе, с менеджментом мы с вами закончили. Так, ребята, немножечко промотал я два фокуса. Буквально укрепил я дамбу гувера и увеличил, получается, электроэнергию в проекте Архимед. Вот. И третий фокус, вот, который с рожицы, у нас парень, перебинтованный, он дает нам эльские ресурсы. Вот, так, чизинг давил бригад. Слушайте, я бы его взял. Типа, по этому фокусу, который мы сейчас взяли, Хардин, получается, услышал о ячейке сопротивления в Наварра и, соответственно, просят нас уничтожить ее. Вот. Ну и, конечно, нам придется, получается, эту ячейку сопротивления спонсировать. Да, и опять эльские ресурсы, это, конечно, ужасно. У меня такое ощущение, что эта игра пытается вообще всеми правдами и неправдами забрать у меня и без того того, чего у нас просто попросту нет, действительно. И вот печально, на самом деле, то, что напали на наше отделение наших братюнь, на наше братство стали, грубо говоря. Так. Jevel of the have. Блин. Ну, естественно, мы пока не потянем. Эй, чейнс док. Так. Ммм. Иногда поводок и ошейник. Все, что нужно, если вы хотите получить кого-то. Ммм, ладно. Странные фокусы, на самом деле. Так. Лайер. Вот это уже будет, в принципе, серьезное вооружение. Я не знаю, я им ничего не помогу, наверное. Чейнс тут могу дать. То, что я им, да, мы, наверное, скорее всего, МКР получат. А давайте им дадим мачете. Пусть, если еще вены, себе вскроют на жопе им. Ну, как бы реально. Я думаю, что их ничего не спасет. Не пропагондируем. Все это дело так. Оправдать цель воню. Дальше мы не сможем спасти их никоим образом. Хотя, на самом деле, я был бы очень рад такому исходу. И, кстати, вот я так понимаю, что если не забирать Дамбу Гувера, то сейчас можно было бы очень выигрышно напасть на МКР, потому что Легион напал бы на Дамбу Гувера, соответственно, они бы с МКР бы воевали. И Братца Сталия бы здесь тоже подсуетилась. Так, предлагаю я перемирия Цезарю. И, соответственно, он его принимает, да? Так, интересно, чем это для нас кончится. Я надеюсь, что все-таки... Да, на условиях статус-кво, и, следовательно, Дамбу Гувера, да, наши. Отлично, не будем сейчас ничего терять. Да. Как бы, а мы бы, наверное, ее и не потеряли, потому что Дамбу Гувера же нашей столицы сейчас. То есть, как бы, в этом плане у нас все довольно неплохо. Турбины крутятся и продолжают вырабатывать электроэнергию. Ну что, слушайте, вообще замечательно получается. То есть, Легионам проблему решили на ближайшие 4 года, 5 лет даже, да? Получается. И, в принципе, я думаю, можно планировать какие-то завоевания уже, более-менее. Так, ладно, вроде с Легионом разобрались. Кустарная силовая броня у нас появилась. Да хотя бы уже что-то. Так, сейчас пересоберем войска. И я думаю, кстати, что, возможно, было бы неплохо поменять немножко границы. Я думаю, что будем сейчас брать Нью-Вегас в этом прохождении. И, соответственно, убежище 3 тоже себе заберем. Окей, ладно. И готовимся. Удивительно, что мистер Хаус прожил столько же времени, сколько и я. Я не человек суеверен, но ему повезло. Пора моим солдатам отправиться в отпуск в Лас-Вегас, насладиться ночной жизнью города греха, пока они не сменили руководство. В конце концов, это не его монополия, а править вечно. Так, закончили изучение. И следующий фокус у нас The Clipper Expedition. Моя лучшая цель экспедиции всегда была приехать сюда в Мохаве. Моя вторая выбор определенно шифры. Шифры Запада имеют мифологический подтекст. И немногие понимают, как велик потенциал технологии. Нам пригодятся разведчики, чтобы подробнее узнать об этих шифрах. Так. Кирпичи есть. Слушайте, ну нормально. В принципе, по всяким... Именно таким экономическим всяким исследованиям мы, в принципе, вполне себе уже остается, конечно, наращивать так более-менее потенциал. Это боевой. Потому что сейчас сприца воевать очень много. И вот это вот 426 человек резервов, ну их просто не хватит реально на все про все. То есть это вот это все, то, что мы сейчас берем, это, конечно, мелочевка. Так, чисто сейчас... Чтобы не отвлекаться. Так, наемники, руководители. Ну, в принципе, лишними, я думаю, не будут. Плюс в организацию. А здесь у нас уже офицеры Академии. То есть тут как бы уже максимально прокаченные ребята будут. Да, единственное, конечно, вот я не знаю, стоит ли менять призыв, потому что там есть сейчас у нас очень неплохие плюшки. Вот, ладно. Об этом еще стоит подумать. Национальный фокус выполнен. Так, Лала Кориагранда подписывает мирно в словах статус-кво, но окей. Так, облако. Как его называют местные жители, представляет собой разрушительную химическую миазму, которая покрывает всю Сьерра-Мадра, запечатывая ее и храня в безопасности от несчастных из нового мира. Мне придется изучить его, если я хочу открыть секреты Сьерра-Мадра. Да, кстати, сейчас, если кто-то не играл еще в Нью-Вегас, в частности, в дополнение всякие на него, то я советую поиграть, потому что вы можете себе что-то заспойлерить, причем серьезно. Так, тайное облако. Облако это то, что покрывает здесь небо. Вы не можете почувствовать запах паров меди, извернутые над мертвым городом Сьерра-Мадра, системами кондиционирования воздуха и климат-контроля со стороны Сьерра-Мадра казино и ресорт. Облако превратилось только... Облако находится только над особняком Хилут. Красный туман покрывает всю Сьерра-Мадра. Облако не всегда было здесь. С годами оно росло даже без машин, которые накачивали этим облаком атмосферу в результате эксперимента руководителей Биг МТ. И, соответственно, это облако является продуктом завода по производству токсичных веществ L-43, расположенного в кратере. Фрэнк Синклер, руководитель Сьерра-Мадры, пришел в Биг МТ за технологией, чтобы купить... Ну, соответственно, чтобы купить эту технологию. Он подписал пакт Фаустона для того, чтобы получить технологию, которую он использовал, поскольку уже был на грани банкротства. И начал переговоры с руководителями. Конечно, он был проинформирован о том, что нужно будет создавать больше, чем просто прототипы облаков Сьерра-Мадра, используя казино, виллу. И все это в сочетании могло послужить отличным оружием. Если мы не знаем... Если вы не знаете так, как это все использовать и очищать это от грязи, то, возможно, следует задуматься об этом именно братству. Короче, нужно заняться очисткой, соответственно, этого облака. Ну, я думаю, Лайджа будет чем заняться. Так, ракетница у нас появляется. Так, кажется, из-за этого Таинственного облака, которое витает на Сьерра-Мадре, трудно дышать. Еще он заразил несколько ребят, превращая их в боевиков и сводя с ума. Мне нужно изучить этих врагов, если я хочу направить своих паладинов сражаться. Так, на самом деле, мне кажется, что уже скоро... Да. Можем нападать на убежище 3. Так, главное еще сейчас попасть. Ага, все. Ну, я думаю, что здесь проблем не будет с четырех провинций. Ты просто сейчас мои ребята в силовой броне уничтожат здесь все, что есть. Думаю, что за неделю максимум захватит. Все. Вообще изи. Изи катка. А почему нельзя национализировать? Ну, в смысле, забрать себе территорию. Ладно. Понимаю, бывает. Что-то странное происходит. Потери 0. 275 у них. Ладно, пока будем чертить линию фронта против мистера Хаоса. Ага, вот, все. Забираем все. И еще 2 700 техники у нас в кармане. Ну, что? Мистер Хаос, ты готов? Мне кажется, настала его очередь. Так, наконец-то у нас начинаются активные боевые действия. Я думаю, что с этими ребятами, кстати, будет посложнее разобраться. Все-таки у него там роботы, нормальные секьюритроны. Так, по мелочи. Что-то лайтовое имеется. Ну, в целом, у него как бы 60 дивизий минимум против моих 20. Такое себе, на самом деле. Я буду прям очень сильно надеяться, что он сейчас об меня убьется, и я смогу грамотно и нормально контратаковать. А пока в целом, прям, они довольно-таки неплохо начали получать по щам. Так, ну что, тихие получаем. Кстати, забираем мастерскую в каждый дом. Так, они прям плотно от нас убиваются. Сейчас попробую, кстати, взять хотя бы одну пробку. Да, мы их пробиваем. В принципе, довольно нормально. Смотрю, кстати, многие мои друзья начали играть в Хойку. При цирке прошлого, когда Паладин начал искать Сьера Мандры, они начали с праздника. Звук скрипящего металлического духа на всей вилле, как искаженный крик. Один из этих монстров сидел у книжного сундука. Я легко мог увидеть ужасное искусство, торчащее, ну, типа ужаса, торчащие из него. Виляя, он вилял, и я пытался схватить его, но отодвинулся от потустороннего мира. Кровь превратила его в шлем, и он сгорбился всем телом. В общем, да. Жесткий, короче, был замес. И мы, соответственно, дальше изучаем скорость силовой брони, насколько я понимаю. Так, сейчас здесь пробьемся, потом посмотрим, что там будет у нас. Я думаю, если мы сейчас... Ой-ой-ой, кстати, что-то я переборщил. Сороби Хилл надо взять. И Нивегас мы, в принципе, уже пробиваем сам по себе. В принципе, расклад, на самом деле, более чем в нашу пользу. Так. Сейчас по-хорошему бы попытаться их стоит, наверное, рассечь в районе Руби Хилл. Оп, падение Нивегаса отлично. Минус снабжения сейчас у пацанов будет. В районе Руби Хилл бы их рассечь фронт. И дальше уже, соответственно, пытаться закрыть один из котлов. Я думаю, что наши 20 дивизий ребят в силовой броне на это более чем способны. Кстати, по потерям, грубо говоря, один к девяти. Так что Вегас о нас прям серьезно ударился. Так, народ шашанов забирает регионы, танцует так, восьмидесятники, все отлично. Так, кстати, мы как-то так получилось, что вроде фронт рассекли, но все они все равно отступили в Неллис. Так, стоп. с нас требуют дань разрывателей небес. Ребята, но это я называю вы следующие. Мы такого не потерпим. Так. Даже не знаю, что с ними сделать-то. Я думаю, что ничего им не дадим. просто потом на них бы конем. И я думаю, проблема решена будет. Я бы, кстати, забрал их и сделал бы их марионетками, наверное. Просто, чтобы у нас был какой-то буфер от атак НКР. Мы могли хотя бы фронт ненадолго растянуть. Потому что сейчас у нас здесь Нью-Вегас, и я бы как бы не хотел бы здесь держать большое количество войск. Все, Нью-Вегас сливается, а Мистер Хаус больше не правит здесь. Захватит все регионы. Шикарно просто. Сколько техники. Просто бомба. И у нас появляется в распоряжении торговый узел Нью-Вегас, да? Именно так. Но пока что он дизейбл, то есть как бы он не работает. Нужно немножко подождать. Сейчас остановится инфраструктура, восстановится экономика. И в принципе я думаю, что здесь прям можно будет делать вещи. Сейчас будет постоянный приток крышек. Это меня, не может не радовать. Посмотрю, посмотрю. Так, что у нас тут? В принципе надо прочертить какие-то небольшие линии фронта. Битерспринг, кстати, блин, великие ханы. Здесь должна быть промышленность. Я больше чем уверен. Знаете, я вот думаю сейчас зона 51 или великие ханы. Так, готовимся в то, что с легионом, но придется все равно воевать. И лучше мы сейчас уберем этот дебаф. Женчужина в нашей короне и Элайджа был прав. А чилочки нам прокнули, смотрите. Так, завоевать узел, ну, это на самом деле изи. И при игре за махавское братство пусть будет северная и южная махава, а Элайджа будет старейшиной. Сложность тяжелая. Понимаю. Так что мы сделали еще и тяжелую ачивку. Я думаю, сейчас ветеранов можно было бы, конечно, взять себе. И вообще у нас будет все шикарно. Так, легион цезаря заключил пакт о ненападении, значит, со временем они, возможно, захотят забрать их к себе. Давайте сейчас по-быстренькому великих ханов отожмем себя, а дальше уже пойдем на зону 51. И у нас как раз будет более широкая граница с ними. И я думаю, что нормально будет все это дело смотреться для полномасштабного какого-нибудь вторжения. Так, все, огонь. Получили мы бонусы к силовой броне. И вот сейчас я, кстати, думаю, что бы сделать. Как бы продолжить основной сюжет или заняться Нью-Вегасом. Все-таки мы Нью-Вегас захватили. Давайте вот так, здесь добавится робко Индестриц и Айсмен. В принципе, Айсмен, я думаю, что нам будет полезен. А здесь Нью-Вегас будет национальной территорией и гражданские фабрики. Блин, круто на самом деле, но мы, в принципе, все это дело сможем и так освоить. Как бы я не вижу в этом каких-то супер больших проблем. В принципе, доход у нас уже неплохой. куча, конечно, еще торговых узлов и большинство из них держит НКР. Ну, в принципе, сейчас наш с вами восстановится и мы тоже начнем получать нормальное количество крышек, потому что как бы Нью-Вегас это довольно большой как культурный, так и теперь будет уже и промышленный и военный центр. И вот смотрите, есть организационные всякие решения, место, где враждующие стороны смогут встретиться и поговорить за бутылкой ядер-кола, то есть можно как бы позвать к себе ванграфов, чоп-шоп и оружейников. Блин, на самом деле прикольно, слышите. Может быть потратить 300 крышек? Что думаете на этот счет? я думаю, кстати, нам хватает даже на две фракции. То есть как бы с другой стороны почему бы и нет. Я думаю, что они смогут расшириться и в принципе будут нам какие-нибудь плюшки давать. Так, ну что, в принципе мы получили довольно много всего сегодня. Мы захватили целый Нью-Вегас, захватили целое убежище. То есть чертей как бы мы пробили. Сейчас продолжаем исследовать довольно-таки неплохие технологии у нас уже. И я думаю, что в следующем выпуске обязательно с вами продолжим. Экономическое вот экономическое кстати восстановление у нас все. Наш узел полностью функционирует и это конечно не может меня не радовать. Сейчас крышки должны прям потечь просто рекой. к нам. И я думаю, что на этом наверное стоит прощаться. До новых встреч пока, ребята. Я думаю в следующем выпуске тоже будет довольно миссистая каточка и мы постараемся расшириться как можно сильнее до тех пор пока конечно мастодонты такие как НКР и Регион не объявят нам войну. Потому что единственное ключ к выживанию сейчас которое я вижу это расширение наших территорий. Спасибо всем кто смотрел ставьте лайки подписывайтесь на наши соцсети подписывайтесь на наш youtube twitch и до встречи в следующих видео. Пока пока